Привет всем, друзья и гости канала! Мы продолжаем с вами играть в Тропика 5. Как вы помните, в прошлой части мы боролись с бездомными и построили два здания. Вот оно одно и вот второе. Ну и теперь немножко полегче стало, конечно же. Хотя все равно у нас с вами бездомных 63 человека и всего-навсего 5 безработных. Вот, я так думаю, что мы построим еще пару-тройку таких вот зданий, но в начале, у нас с вами 32 тысячи, в начале я предлагаю все-таки построить колледж, потому что у нас нет работников образованных, и вот эти вот работники образованные нам нужны и на электростанции, и в фармацевтической компании, а приглашать довольно-таки накладно, я вам скажу. Так, где-нибудь поставим как-нибудь вот так вот, да? Вот с этой стороны, рядом с президентским дворцом, у нас будет находиться колледж, вот эти вот здания потом снесем отсюда. Вот, и ждем, когда у нас будут образованные граждане работать на электростанции, потому что это, собственно, ну, первоочередная такая вот задача. У нас и больница не работает, и вообще много чего не работает, да и, собственно говоря, 65-й год уже у нас на дворе, а у нас тут электричества нет. Но это какой-то позор просто. Вот, и я решил, что вот здесь вот где-то мы с вами сделаем еще один городок, поселение Сателлит, но вот что-то по типу вот этого, да, вот часть такая вот здесь у нас сельскохозяйственная, а вторую часть мы с вами сделаем вот здесь, и это у нас будет пляж, то есть чуть подальше от основной массы у нас будет туристический рай, такой вот экологически чистый, там у нас будут отели, ну и, естественно, будут вот такие вот дома для обслуживающего персонала. Но это когда мы немножко разгребемся с вами, денег получим, все у нас заработает, вот тогда мы начнем строить, вот так вот протянем сюда дорогу, здесь у нас леса, здесь у нас поля, пляжи и вообще красота. Так, хорошо. Давайте посмотрим, помните, да, у нас вот здесь вот дорога не проложена почему-то, хотя вроде бы как мы прокладывали. Вот, хорошо. Теперь должна, по идее, заработать у нас с вами золотоносная шахта. Вот, хотя показано почему-то все равно дороги нет. Ладно, я так думаю, что 22 гражданина нам еще прибыло. И вот здесь вот тоже у нас есть золотишко. Сюда бы тоже, конечно же, неплохо было бы сделать дорогу. Так, но, пожалуй, вначале давайте не дорогу, а все-таки вначале сделаем шахту. Будем добывать все золото, которое у нас с вами есть. Торговать автоматическое. Это у нас 10 800. А вот это вот 3. Здесь 3 и здесь 5. Давайте попробуем автомат сделать. Так, хорошо. Дорогу сюда тоже тянем. Вот как-то вот так вот и вот так. Отлично. Постепенно мы разрабатываем залежи полезных ископаемых на нашем островке. Вот здесь вот у нас еще есть 2 шахты, но это угольная. И где-то тут у нас была шахта металла. Вот она. Но туда, конечно же, очень далеко. Туда еще попробую добраться. Вот здесь вот и то, да, далековато, так скажем. Вот какие-то лачуги тут построены были. Это когда у нас тут была нефтяная вышка стояла. Так, это все здорово. Колледж. Колледж есть, но в этот колледж нам, конечно же, нужны как минимум преподаватели, да? Так, хорошо. Давайте мы поставим максимально и попытаемся. Может быть, они сами откуда-то придут. Если нет, то тогда придется нам приглашать. Вот, но приглашать, конечно же, смотрите, 4500. Это вообще какой-то позор. Вот, может быть, кто-нибудь из прибывших, вновь прибывших, будет с образованием, да, который сможет обучать других. Чуть-чуть буквально мы с вами обождем. Вот, один уже есть. И два студента появилось. И это уже хорошо. Бюджет просто, да, деньги делают чудеса. Так, ну здесь у нас понятное дело, что нет никого. Несмотря на то, что бюджет. Но я пока что даже не буду здесь увеличивать. Потому что пускай вот здесь появятся у нас студенты. Пускай появятся выпускники. И тогда они сами перейдут и сюда, и туда, и везде они, короче говоря, перейдут. Так, здорово. Что у нас там? 4000 у нас с вами есть в бюджете. Вы помните, что мы с вами построили вот здесь вот такое вот улучшение. Кораблестроитель. Каждый порт дает один дополнительный торговый корабль. И теперь, по идее, у нас должно быть три. Вот, но три ли? Давайте смотреть. Так, у нас даже четыре корабля. Да, то есть, получается, что один сухой док и на два порта у нас четыре торговых. Отлично. Это просто отлично. Слушайте, мне это нравится. Так, давайте смотреть тогда, что у нас. Во-первых, у нас есть ли ананасы или нет? Кажется, есть. Железа вот теперь у нас точно нет. Мы можем с вами экспортировать ананасы, да? Добавить. Вот, Белла будет у нас возить ананасы. Экспортировать ананасы в страну США. 15 лет, 2 месяца. Цена 1000. Количество 104. Вот, 100 тысяч мы с вами, по идее, должны заработать на ананасах. Что еще есть тут такое? Вот, сахар на сахар в страну СССР. Там, где водочку из него делают, да? Вот, но дело в том, что у нас с вами сахар идет на производство рома. Вот, и этот самый ром довольно-таки неплохо нам приносит. 86 тысяч. Даже не знаю, стоит ли сахар этот продавать. Наверное, нас кто-то действительно ненавидит. Ты ну, Тёма, как ты меня уже задолбал. Просто я передать не могу. Только не на колледж. Пожалуйста, прошу, только не на колледж. Три смерчи. Давайте сразу 10 смерчи. Четыре. Свободь 10, а? Ну, что ж, ждем, смотрим. Разрушение. У нас как не повстанцы, так смерчи. Как не смерчи, так волна какая-нибудь. Просто какой-то остров невезения в океане. Так, это у нас что тут нарисовалась какая-то проблемка? Даже холодная война когда-нибудь заканчивается, старина. Во всем виновата глобальное потепление. Нам нужно подумать о будущем. Так, военный путь, технологический путь, холодную войну пока еще не остановить. Давайте технологический путь. Я не знаю, что это, что здесь лучше всего сделать. Отлично, приятель. Пусть все умрут от зависти при виде нашего технологического прогресса. Лучше и не придумаешь. Отлично, вот это мне нравится. Мы можем послать пенультима. Я его хочу послать. И объявить о первом шимпанзе в космосе. Я с тобой полностью согласен. Вот. Ради этого я буду делать космическую программу, чтобы этого пенультима послать. Но вначале, конечно, нужно вот это вот сделать. Хоть что-нибудь из этого. И разобраться с разрушениями. Просто природа ненавидит наш остров. Так, ну сколько еще там ждать? Буря закончилась. Я провел расследование, чтобы узнать, кто несет ответственность за идентиурганы. И 5000 нам с вами отвалили на все про все. Но фазенды разрушены. Это мелочь, я считаю. Потому что вместо фазенд мы с вами можем построить, наконец-таки, дома. Настоящие, красивые. Вот, удобные. Огромные дома. Так, апартаменты. Вот такие вот. На 12 семей. Вместо этих самых фазенд. Вот. И апартаменты пускай где-то вот здесь вот стоят. Вот. Хорошо. Плюс, пожалуй, еще где-нибудь мы с вами поставим. Потому что все равно у нас жителей очень много. Так, а где-нибудь вот здесь вот мы можем. Но тут, конечно же, такой райончик пролетарский получается, да? Где-нибудь чуть подальше все-таки жар своих жителей. Вот здесь вот может быть. Минутка посмотрим. Да, пускай будет. Так. Вот. Я надеюсь, что после этого мы с вами как раз разгребемся с проблемой бездомных. Ну, или практически решим ее почти. Так, скажем, решим. Вот. Эти фазенды нам не нужны. Разрушены. Фиг с ними. Так, смотрим. У нас с вами еще 10 тысяч. Торговые предложения у нас. Сахар 1200. Было только что 900. Теперь 1200. Хм. Репутация. Минус 5 США. Плюс 10. На 1200. Это, знаете, цена по умолчанию 800. Это полтора раза. Как-то мне нравится. Вот. Мясо. Опять же, ну, в СССР, понятное дело, ни мяса, ни сахара, ничего нет. Все туда нужно экспортировать. Здесь вот у нас получается 5, а здесь 10. Хорошо. Тогда мы, если мы что-нибудь возьмем из этого, то есть сахар будем экспортировать, мы просто останемся при своих. Вот. И два корабля у нас просто работают. Два корабля у нас работают на торговлю. Вот. Хорошо. Нефть. У нас нефти нет. Ром. Ром. Офигенно. Вы только посмотрите. СССР плюс 15. Ром это для партийных работников, походу. Так, ладно. Пока что давайте мы не будем добавлять. Два корабля у нас и так едва будут справляться. С тем количеством товаров, которые у нас с вами есть. И плюс два корабля будут конкретно на товары работать. Посмотрим, что у нас в бюджете получится после этого. Так, уже хорошо. Это мне уже все нравится. Несмотря на то, что у нас такой вот природный катаклизм был, все равно мне все пока что нравится. Роскошные, развлекательные. Один из четырех. Очистные станции один из трех нам нужно сделать. Так, ну очистные станции пока что у нас электричества мало, да? Вот, появилось. Или появилось, или что тут у нас произведено? 82, всего потребляется 300. Ну, вроде бы как работает, да. То есть, скорее всего, у нас просто мало было людей здесь. И менеджеры. У нас появились с вами менеджеры. Отлично. О, еще прибыли. Так, хорошо. Эффективность увеличилась. Лидер профсоюзов. Качество работы рабочего. Магнат. Вот, магната мы туда с вами отправим. Даже не знаю. Эффективность, качество. Качество работы рабочего. Извините. Так, а где нам нужна качество? Нам нужна здесь качество или нет? Качество работы 40. Или, в принципе, можно с качеством как-то повременить. Президенты, в следующем году тропиканцев ждут выборы. Они мечтают продемонстрировать вам свою вечную любовь и уважение. Так, короче говоря, выбираем сюда бригадира. Администратор у нас что? Обслуживание клиентов. Дальше. Здесь у нас финансист. Типа пытается работать. Как-то заинтересовать жителей. Чтобы они приходили на работу. Дальше нам что нужно? Где-то здесь, я помню, у нас тоже менеджеров нет, да? Вот, администратор. Максимальное число обслуживаемых клиентов увеличилось на 10. Вот, но здесь администратор, скорее всего, нужен нам или в ресторан, в какой-нибудь, или в какое-нибудь крутое развлекательное заведение, да? Образование колледж. Вот, тоже ждем, когда здесь появится. У нас выпускники и студенты. Вот, у нас уже двое преподавателей. Обучается три студента. Вот, еще один. Отлично. Смотрите, пять студентов. Постепенно у нас жизнь налаживается, я так чувствую. Я так вижу. Ну что же, здорово. Это мне нравится. 57 тысяч мы с вами уже заработали. Вот. А только недавно, да, мы с вами были в крутом пике и думали, что все, конец, банкротство. Вот. Но постепенно как-то выбрались. Так, давайте мы посмотрим, что у нас. Здравоохранение, конечно же, хромает. Не то, что на обе ноги, на все четыре конечности. Жилье. Нужно добавить жилье. И развлечение. То же самое, да? Так, хорошо. Постепенно начнем. Будем все делать с вами постепенно. Апартаменты. Вот здесь я не, скорее всего, извините. Здесь я, скорее всего, не всуну его. Но я, так думаю, что смогу всунуть вот сюда, да? Если мы снесем отсюда две фазенды. Или вот сюда вот. Вот так. Хорошо. И еще одно нам нужно будет поставить где-то здесь. Вот. Может, вот здесь. Прям с видом на ферму. Отлично, да? Козы тут бегают, мекают. Красота. Или здесь вот. Тут, к сожалению, почему-то у нас не ставится. Хотя было бы здорово в один ряд поставить. Так. Ну, не суть важного. Вот здесь вот мы сможем вот таким вот образом притулить. Вот. Хорошо. Итого у нас еще 40 человек будет жить в прекрасных, светлых, красивых помещениях. С отличнейшими видами на море и на остров. Красота. Так. Ну и постепенно разберемся с этими значками, которые вот у нас тут крутятся. Да. И развлечения. Нам нужны развлечения. Оперный театр скоро, я надеюсь, заработает. Вот. Но что мы еще можем с вами сделать? Развлечения и окружающая среда. Вот. Я бы хотел большой сад или хотя бы малый сад какой-нибудь. Чтоб красиво было здесь. Вот, например, вот тут вот, да, поставить его на месте разрухи. Вот так вот. Дальше еще где-нибудь. Как-то он мелковат, конечно же, как для сада. Вот. Вот. И посмотрим. Может, большой сделаем. Один хотя бы. Вот. Один большой, красивый такой сад. Вот здесь подстанет. Отлично. Просто отлично. Так. Частично жители будут довольны. То, что сад у них здесь появился. Ну, и мы все же будем с вами застраивать вот здесь вот. Я в ярости. Не могу поверить в случивший. Опять трое. Да, три группы у нас должны справиться, по идее. Кстати, вот у нас головорезы могут появиться. Давайте сделаем головорезы. Атаковали башню. Ну, башня у нас, конечно же, установить высокий приоритет. Что это значит? Это, наверное, защищать ее, да, эту башню. Все сюда ломанутся. Вот. Все рассосалось. Так, хорошо. У нас 50 тысяч. И я так думаю, что нам нужно начинать уже думать. Вот здесь. Делать туристическое поселение, о котором я вам говорил в самом начале. Плюс еще где-то здесь вот таверну. Наверное, все-таки вот забегайловку придется тут ставить. Вот на этом злачном таком вот местечке. Если она тут встанет, да, встанет, нет? Нет, к сожалению, здесь она уже не встанет, потому что у нас тут сад мешает. Но мы можем где-нибудь в другом месте поставить. В не менее злачном месте. Где тут у нас... Может, не таверну? Может, что покруче? Как-то эти таверны... Вот, еще один ресторанчик. Граждан и туристов, ходящих поблизости. Или вообще цирк сделать. Так, ну давайте, наверное, все-таки ресторан. Вот здесь вот у нас плотная застройка. Здесь вот у нас есть также, вы видите, что туристы. Поэтому ресторан здесь нам срочно нужен. Вот, единственное, что я хотел бы вот это вот убрать. И вместо него поставить ресторан. Ждем, когда он снесется. Так, ставим красивейший ресторанчик. Как раз там, где ему и нужно было бы стоять в самом начале. Вот, у туристов рядом. И здесь вот рядом у нас дома. Красота. Так. Смотрим, у нас 41 тысяча. Как приятно, когда много денег. И когда можешь тратить их не особо, смотря на бюджет. Здравоохранение. Так, но больница у нас должна скоро, по идее, заработать в скорости. Вот. Ждем, когда появятся студенты. А пока мы можем поликлинику сделать, потому что поликлиника вот здесь вот точно нам с вами нужна. Слишком это далеко отсюда. И, скорее всего, они не будут обслуживаться. Но, я так думаю, всегда приятно, когда поликлиника под боком. Согласитесь, да? Поэтому сделаем. Так, посмотрим еще, что тут у нас такого есть интересного. Супермаркет, например. Но нужно электричество. Так, ладно, сделаем клинику. Опять же, в надежде на то, что в скорости у нас тут появятся образованные граждане и придут работать в эту самую клинику. Так, а где бы ее так поставить, чтобы всем было удобно? Может быть, мы с вами вот так вот дорогу проведем? Вот здесь. Так, и рядом тогда поставим эту самую клинику. Рядом, не рядом, но вот как-то вот так вот. У дороги. Вот. И здесь же у нас будут еще с вами и здания. Стоять какие-нибудь здания, сооружения, дома вот такие вот, возможно, или еще что-то. Посмотрим. Так, чем они тут недовольны? Товарищ президент, я боюсь, что революция под угрозой. Коммунисты считают, что наши... Построить одну больницу. Ну, у нас больница есть, просто она еще не работает. Вот. Ждите, граждане, ждите. Все скоро заработает, я вам точно говорю. Вот я, как диктатор. Держу слово. 29 тысяч. Прибыл кораблик. Сейчас еще тысяч 30 должно нам капнуть. Еще 22 человека прибыло. Это значит, что сразу же нужно делать, наверное, здание, потому что... Так, ну, тут по-любому, да, у нас... У нас слишком много вот этих. Давайте мы постепенно будем их разгребать. Я уже говорю каждый раз. Уровень довольств от питания минус 5. Так, а что у нас по питанию вообще? 41 разнообразие пищи. И 4. Ранчо. Пристань. Бананы. И продуктовый магазин. Еще нужен один продуктовый магазин, потому что они справляются. Или супермаркет. У нас, вы помните, там был такой вот. Но супермаркет требует 30 электроэнергии. Поэтому мы сделаем с вами продуктовый магазин. И вот здесь вот рядом. Так. Или вот здесь рядом. Или вот тут вот где-то. Возможно, вот так вот поставим с вами. Окей. Плюс еще можно было бы сделать, конечно же, какой-нибудь ранчо. Вот. Или пастбище. Или что-нибудь такое. Вот здесь вот свинское, да? Смотрите. Прекрасное место. Вот ламы. Мы можем с вами сделать лам где-нибудь вот здесь. Или козы. Тоже неплохо. Ну, коровы у нас с вами есть. И коровы это вот здесь вот, да, получается? Или что это у нас такое? Ранчо просто скот. 43 тысячи за весь срок службы. Так, давайте коз сделаем. Почему нет? Вот здесь мне нравится. Свиней не хочу. А вот коз вполне. Так, ранчо. Козы, молоко, шерсть, мясо. Крупный рогатый скот, молоко и мясо. И притом, смотрите, такое вот небольшое здание у нас получается. Просто прекрасное, считаю. Лучше не придумаешь. Вот, место мало занимает, но молоко, тем не менее, и сыр, брынзу будет давать. Я думаю, что наши жители должны быть довольны. Так, прибыл еще один корабль, привез еще денежек. Так, это хорошо. А что у нас тут сахар? Мы уже с вами экспортируем, и ананасы мы экспортируем. Здесь 162, там у нас 38. Бревна, бокситы. Да, и, собственно, все, да, получается. Вот, ром уже не нужен. Партийные бонзы советские уже где-то ром. Или решили просто перейти на самогон. Никто им ром не захотел продавать, они просто решили самогон пить. Так, ну что же, прекрасно. Это просто прекрасно. 28 056 в бюджете. Вот, я так думаю, что мы на этом будем с вами прощаться. Встретимся в следующей части, и все-таки займемся теперь уже вплотную. Вот. Обождем. Вот-вот у нас появятся выпускники. Вот они сейчас, я так понимаю, все уходят, сразу же выпускаются, и сразу же становятся преподавателями. Перейдут потом вот сюда вот работать, в фармацетическую компанию, в больницу, в оперный театр. Вот. И жизнь у нас здесь действительно тогда наладится. Вот в поликлинику пойдут. И после этого мы с вами протянем дорогу, и сделаем такой вот здесь туристический рай. Какой-нибудь такой вот городок небольшой, на побережье, подальше от промышленного производства, от дыма, грязи, от портов, вот таких вот страшных корявых. Но что делать? Без них никак. Мы с вами пытались обойтись одним портом, но видели, что проблема у нас тогда начинается. Без этого никак. 60 тысяч? А, кстати, у нас с вами для того, чтобы выиграть, так скажем, у нас выигрыш по деньгам. То есть, когда будет у нас в бюджете полмиллиона, мы с вами тогда выиграем игру. И довольно-таки бодренько прибывают денежки. Вот. Я так думаю, что уже в течение ближайших пару-тройки месяцев у нас будет 100 тысяч. Одна пятая. Практически одна пятая. Необходимой суммы. Ну что же, я буду на этом с вами прощаться. Всем удачи, всем пока.